Все знают, что в компьютерах используют не десятичные, не цифры 1, 2, 0 и так, и 9, а только цифры 0 и 1. Знаете? 1 и 1. Вот знаете, двоичная система отчисления. Двоичный код. Двоичный код. Для тех, кто еще не слышал об этом, давайте я быстро напишу обычные наши числа, привычные вам, и сбоку от них, как это записывается в двоичной системе. Ну, давайте, от нуля до восемь. Это пишется как 0, это как единичка, это как 1, 0, это как 1, 1, вот эта вот единичка с двумя нулями. Идея такая, все то же самое, что в десятичной системе исчисления, только переход в следующий разряд не в 10 раз увеличивает значение числа, а в 2 раз. Отлично. Понимаете ли вы, что в компьютерах бывает необходимо записать не только положительные числа, но иногда возникают и числа отрицательные. Согласны? Бывают отрицательные числа? Да. Бывают отлично. Давайте подумаем. Вот есть у нас какое-то число, например, число минус 7. Как оно записывается? Минус 1, 1, 1. Замечательно. Вроде бы замечательно. Чтобы хранить целое число памяти компьютера, нужно хранить знак плюс или минус. Согласны? А еще нужно хранить что? Ну, собственно, число. Видите, его двоечный разряд. Вообще мы так с вами обычно и делаем. Когда мы вам говорим, скажем, минус 25. Ну, вы так и задаете, минус 2, 25. А теперь, внимание, компьютер должен сложить число минус 25. Ну, например, с числом 29. Смотрите, как происходит операция. Сначала надо посмотреть. Я сейчас просто объясняю инструкцию для компьютера. Сначала надо посмотреть. Сначи. Плюс плюс, минус, минус или плюс, минус. Или минус плюс. Согласны? Если оба знака плюс, то мы уже сразу пишем знак. Складываем числа. Это надо делать как-то, да? Вычислять как-то. И пишем ответ. Отлично. Если оба знака минус, то мы пишем сразу знак минус. Очень интересная штука. Вычитаем. Мы вычитаем. Только, внимание, в школьной программе написано, вычитаем из большего меньше. Согласны? Да. Если оба минус, минус. Нет. Если оба минус, минус, то складываем все замечательно. Я пишу минус. А если кто-то плюс, то кто-то минус. Значит, перед тем, как делать операцию, вы должны сравнить эти числа. Согласны? Да. Ну, а сравнить что такое? Надо посмотреть старший вид, потом, если они равны, то следующий, если равны, то следующий. Замечательно. И вот так надо сравнить эти числа. И дальше из большего надо вычесть меньшее. Так? И писать тот знак, который был, чего? У большего. Есть школьное замечательное правило сложения чисел разных знаков. То есть так. Когда числа одного знака, правило совсем простое. Надо знак применять, какой есть, такой и писать, и при этом сложить числа и написать себе самым знаком. Сложить их модно. Да, да, да. То есть, ну как, отбросить знаки, написать уже знак и потом сложить. Итак, повторяю. Когда вы берете, скажем, минус 25 и плюс 29, то вы должны посмотреть, какое число большее. Согласны? Да. И после этого из большего вычесть меньшее и написать с тем знаком, какое большее число. Так? Да. Да, отлично. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а компьютер так делается? Нет. Компьютер обучен школьному правилу. Нет. Или не обучен? Нет. Не обучен. Нет. Отлично. Простите, а почему тогда он не ошибается при операциях с положительными отрицательными числами? Порядок не дает. Порядок чего? Числа. Ему дают два произвольных числа. Вы понимаете, так числа, они возникли в результате каких-то других операций, там были в результате бодопользователей, еще чего-нибудь. Могут быть, вот ему дают два любых целых числа. Еще раз. Правда не, что там стоит специальная микросхема, которая сначала узнает, совпадают знаки или не совпадают? Да. Да. То есть это сделает нам, правда? Да. Отлично. Сначала компьютер смотрит, какие там знаки. Нет. А что он еще может делать, ребята? Конечно. Сначала компьютер, конечно, должен посмотреть, какие там знаки. Согласны? Да. Отлично, опустили. Если знаки не совпали, то он смотрит, какое больше, какое меньше. Да? Да. Отлично. Поднимаем руки. Кто считает, он сравнивает эти числа. Смотрит, какое больше, какое меньше. А? Он не сравнивает. А что он делает? Он смотрит. Он из числа с плюсом считает число с минусом. Отлично. А как ты будешь вычитать с минусом из трех двадцать восемь? И понятно как? Оказывается, сложение чисел и вычитание чисел, как и другая, делается совсем по-другому. И оказывается, вот это число не хранято в виде. То есть вообще не хранято в виде. Оказывается, все, что я вам сейчас рассказал, это полная ерунда для компьютера. Есть очень красивый, простой способ, как хранят отрицательные числа. И этот способ позволяет не рассматривать варианты, слышите, не рассматривать варианты, когда число положительное, а когда число отрицательное. Ребята, оказывается, действительно, все-таки один битик на знак числа там есть. То есть есть один битик, который показывает, какое число отрицательное, но не хранят число минус три, как тот самый битик для минуса, и после этого один один. Его хранят совсем по-другому.